Добрый день, в эфире программа «Слушайте доктор». У микрофона работает Светлана Занько. И сегодня мы слушаем Светлану Хлебникову, заведующую поликлиникой Кировского областного клинического онкодиспансера. Светлана Александровна, добрый день. Добрый день, Светлана. Ну что, конец года, 2017. Мы подводим итоги. В течение этого года мы регулярно встречались со специалистами Кировского областного клинического онкодиспансера здесь, в этой студии. Мы делились планами, мы отслеживали статистику, изменение заболеваемости, основные тренды определяли. Знаем, сколько было много планов на этот год. Прежде всего, насколько я понимаю, были такие установки совершить серьезные инфраструктурные и структурные изменения в онкологическом центре, которые привели бы, во-первых, к улучшению, естественно, обслуживания пациентов онкодиспансера, далее, к изменению структуры вообще самой диагностики заболеваемости. Мы об этом много говорили, о первичном звене много говорили. А тут еще под конец года у нас власти заявили о том, что есть планы в Кировской области построить новый онкологический центр. Это была, правда, новость-новость совсем. Мы не знаем, каковы предпосылки этого заявления и каковы эти планы на самом деле, но обо всем об этом сегодня, конечно, поговорим. Итак, структурные и инфраструктурные изменения за 2017 год. Ну, во-первых, ремонты закончены же? Ну, основные ремонты закончены. У нас прекрасный холл поликлиники и на самом деле пациенты, которые давно не были в онкодиспансере, и даже сотрудники других медицинских организаций, приходя к нам в диспансер, восхищаются той теплотой, красотой, которая их встречает. Да, мы закончили ремонт поликлиники, был проведен на первом и на втором этаже. Часть отделений, которые нуждались в ремонте, тоже были проведены. Ну, и на будущий год, конечно, планируются тоже ремонтные работы. Будут готовиться две операционные, в них будут проводиться ремонты, будут открываться две операционные. Поэтому это для нас тоже очень важно. Это довольно-таки глобальные такие изменения, потому что на сегодняшний день объемы хирургических вмешательств очень велики. И там, где раньше операции не выполняли, сейчас расширяются показания для операции, и эти оперативные вмешательства требуют очень много времени. И поэтому такие изменения, которые у нас происходят в диспансере, очень радостно приветствуются как сотрудниками, так и пациентами. Две новые операционные, их ремонт и открытие. Чем сопровождается? Закупом оборудования, повышением квалификации врачей. Может быть, новые какие-то, вы говорите, что сейчас новые методы есть, или то, что раньше не делалось в нашем онкодиспансере, теперь будет применяться. Давайте начнем с оборудования. Пришлось закупать новое. Ну, конечно, эти операционные будут оборудованы современным оснащением, то, что на сегодняшний день требуется в операционных. Но, естественно, открытие этих операционных, это было необходимо именно связано с тем, что выросли объемы хирургических вмешательств. То есть наши врачи выполняют те операции, которые выполняют в крупнейших клиниках. И так как нам просто потребовались дополнительной площади в связи с ростом квалификации наших врачей, под эти отделения, под этих врачей сейчас готовится открытие новых операционных. Давайте все-таки подробности. Какие новые операции, которые раньше не производились в нашем инкоцентре, теперь можно будет производить с открытием этих операций? Ну, в основном это у нас готовятся операционные для отделения урологии. Они стали активно оперировать мужчин, страдающих заболеванием предстательной железы. Вот, это операции очень-таки большие, объемные, многочасовые. Гинекологи у нас активно оперируют, выполняют те операции, которые раньше не выполняли у нас в Кировской области. Расширенные операции при раке шейки матки, операции в РГИМе, так называемая, расширенная экстирпация с лимфодисекцией. То есть, эти операции тоже выполняются по несколько часов. И, естественно, чтобы нам увеличить количество пациентов, которых мы можем прооперировать за рабочий день, нам потребовались дополнительные площади. Восстановлен полностью цикл операций на пищеводе, то есть активно очень оперируют отделения таракальной хирургии. Абдоминальные хирурги не отстают, выполняют широкие диссекции при гастротомиях. То есть, ну, да, на самом деле, операции стали шире намного. Что, к чему это приводит? То есть, за счет чего, собственно говоря, возросло количество этих операций? У нас увеличилась заболеваемость? Или просто мы на эти операции теперь не отправляем в другие города, а делаем сами? Да, на самом деле, Светлана, мы не отправляем на эти операции в другие города, а делаем сами. Заболеваемость, она увеличилась. Это ведь общая тенденция. Мировая. У нас растет благосостояние граждан, увеличивается продолжительность жизни, и люди начинают просто доживать до той болезни, до которой раньше не доживали. То есть, то, что заболеваемость растет, в принципе, в этом нет ничего неожиданного и страшного. А мы вот каждый раз говорим, что надо быть осторожными самим. Но то, что повысилась квалификация наших врачей, это да. И дело в том, что мы порой себя недооцениваем, вот именно врачей кировской области. У нас работают прекрасные специалисты во многих отраслях. И когда мы приезжаем на какие-то научно-практические конференции, мы видим, что во многих видах, вот именно хирургическое влечение, мы придерживаемся таких высокого уровня. Вот эта задача по расширению спектра услуг, она стояла с самого начала этого года, перед нашим онкодиспансером. Какие, кроме технических изменений, вот был закуп оборудования, открываются новые хирургические, что еще было вложено для того, чтобы развивать эти технологии, куда отправляли на обучение, где повышали квалификацию, какое количество врачей было в этом задействовано? Ну, у нас врачи регулярно проходят обучение, мы обучаем, имеют возможность учиться как в центральных базах, это Москва, Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург. Очень нам помогает Казань, главный онколог Крымонского федерального округа. Казань это наша такая база, да, мы к ним приезжаем? Да, в Крымонском федеральном округе они считаются у нас региональным центром нашим. У них прекрасные кафедры, у них прекрасные научные работы. И вот их та практическая помощь в нашей Кировской области, конечно, она просто неоценима. Это мастер-классы, которые проводились у нас на базе нашего диспансерного округа. Прямо приезжали к вам, да, и сказали. С Нижнего Новгорода к нам приезжали врачи, вот, например, операцию Верогейма к нам приезжал доктор из Нижнего Новгорода и проводил мастер-класс операционных. Это намного удобнее, чем один врач съездит, получится, чего-то посмотрит, а другое дело, когда у тебя стоит операционный профессор, и все врачи этого отделения имеют возможность видеть его работу и делать это своими руками. Мы готовили пациентов под такие операции, то есть заранее знали, что у нас вот тогда-то будет такой-то мастер-класс. К нам приезжали, проводили эти мастер-классы, была прекрасная возможность обучиться всему, и после этого активно сразу начинают движение. И вот то, как вы сейчас это рассказывали, показывает мне, насколько вот такие мастер-классы и приезды специалистов высококвалифицированных, высококлассных вдохновляют, наверное, врачей, на то, чтобы они дальше развивали свои навыки. Хотелось бы понимать, что это не отдельные личности и отдельные врачи вдохновляются, а в целом такая волна идет, потому что это очень важно, чтобы твои коллеги, средний медперсонал и младший медперсонал тоже были этим задействованы. Да, конечно, когда в каком-то отделении появляется, говорит, что мы можем работать, показывать помощь по высокомедицинских технологиям, и при этом оказывать высококачественную помощь, конечно, коллегам тоже хочется конкурировать с им же. И они тоже хотят участвовать в этом процессе, повышать свою квалификацию. Но вот, кстати, что касается среднего и младшего медперсонала, у меня простой вопрос. Есть ли с этим сейчас проблема в вашем учреждении? Потому что некоторое время назад, в общем, достаточно открыто и власти говорили о том, что, министерство здравоохранения говорили о том, что средний и младший медперсонал, вот его подготовка и его наличие, количество высокопрофессионально, это такая задача, которая стоит перед нами, чтобы был полный штат высококвалифицированных специалистов здесь. У нас есть какая-то сейчас эта? Ну, это такие проблемы приходящие. Такая учка такая была всё время. Это на самом деле приходящие проблемы, то есть бывает иногда полная комплектованность, бывает, что где-то не хватает каких-то кадров на места. Ну, связано-то это было с долгосрочной историей того, что у нас сокращалось количество медицинских образовательных учреждений, которые готовили младший персонал. Вот сейчас как мы это смотрим? Ну, на сегодняшний день ситуация довольно-таки стабильная. Ну, бывают кадровые проблемы. Вы знаете, Светлана, бывают такие проблемы, что просто люди не готовы работать в серьёзном учреждении. Психоэмоционально тяжёлые заболевания. Тяжёлые заболевания, да. А те, кто пришли в профессию, неважно, это средний медицинский персонал, либо это младший медицинский персонал, который любит свою работу. Что называется по призванию. Однако я так хочу сразу ниточкой провести историю модификации, модернизации онкоцентра нашего именно в связи с младшим медперсоналом. Потому что когда мы получаем классные новые хирургические отделения, операционные, это сразу видно на лицо. Но ежедневная работа с больными, которые какое-то время остаются лежачими и так далее, это то, что не каждый, что называется, освоит. И когда ты здесь видишь изменения, большее количество медицинских, не знаю чего, препаратов, перевязочных, новые постели, кровати, новые там, хотела сказать номера, новые капалаты, да. Вот такие вот вещи, которые вдохновляют на то, что ты работаешь вот в не страшном тёмном лечебном заведении, а в современном корпусе, при современных условиях. Это тоже ведь влияет очень на моральное состояние. Это очень влияет. Вы знаете, даже когда к нам приходят устраиваться на работу, видят какие у нас прекрасные, красивые отделения, говорят, да, здорово, осознаны все условия для работы медицинского персонала. На самом деле ты себя чувствуешь по-другому, когда ты приходишь в современное отделение, чистое, красивое. И на самом деле, как вы говорите, и красивые кровати, и красивые тумбочки. Есть номера, я уже как... Да, да, не хочется говорить, что в палатах. И пациенты себя чувствуют не в каких-то больничных, казарменных условиях, а как дома. И когда в таком отделении работы персонала, он сам становится уже добрее. И от другое отношение к пациентам бывает. И сами пациенты тоже настроены на позитив, а это самое важное для онкобольных, когда для всех больных, для онкобольных в особенности. В особенности, да. Не принимать это как приговор, а просто понимать, что есть такой диагноз, и дальше идти вместе с этим диагнозом. Да, на самом деле пациенты иногда перед госпитализацией спрашивают, что как там у вас? Я говорю, вы не бойтесь. Не хоспис. Вы попадете в прекрасное отделение, очень хорошие, добрые, заботливые санитарочки, добрые медсестры. Подскажут вам, все расскажут. На самом деле, потом, когда уходят, говорят, слушайте, меня ожидали, что у вас такой хороший, доброжелательный персонал. И настрой сразу другой на жизнь возникает. Конечно. А вот еще вопрос такой, который мы обсуждали с Игорем Федоровичем Набатовым, главврачом вашего онкоцентра. Это реабилитационное отделение после лечения. Часто требуется остаться на некоторое время еще в больнице. Что с этим, развивается ли как-то эта идея? На самом деле, идея прекрасная. Сейчас очень много на различных конференциях разного уровня говорится именно о реабилитации. Слава Богу, мы дожили до того, что наших пациентов надо реабилитировать. Если раньше вопрос только стал о каком-либо лечении, там много-много лет назад, то сейчас уже звучит слово реабилитация. К сожалению, на сегодняшний день у нас в онкологическом диспансере нет отделения реабилитации, но мы подготовим документы, проектные документы. То есть это у нас есть в планах. Открыть такое отделение на сегодняшний день. Из реабилитации у нас работает, вот есть служба психолог. Это прекрасный специалист, которая прошла обучение в Санкт-Петербурге. Она умеет работать и с пациентами, и с родственниками. У нее есть телефонная линия, то есть на которую могут позвонить родственники, задать вопросы, как себя вести с пациентом, позвонить пациенту. Это вообще-то здорово. Также в этом направлении по реабилитации у нас проводятся школы пациента по различным вопросам. То есть это бывают у нас школы тематические по различным локализациям. Либо это заболевание молочной железы, либо это лучевая терапия, либо это состояние после химиотерапии. Это очень здорово, потому что пациенты тоже, находясь когда-то в таких группах, они понимают, что они не одни, что они не брошены. Они могут задать вопросы, на которые и даст ответ грамотный специалист. В этих школах пациенты принимают участие не только психолог, но и врачи нашего диспансера. Также мы на них приглашаем специалистов, которые ЛФК занимаются. Очень важно. Это рассказывает, какую нужно делать гимнастику, показывают фильмы, и их учат пациентов, как себя правильно вести после некоторых заболеваний. И в плане реабилитации это работает кабинет стомированных пациентов в отделении обдоминальной хирургии, то есть пациенты после наложения стомы, их учат правилам ухода, как ухаживать за стомой, учат и пациентов, и родственников. Что такое стома? Ну, это когда кишкой выводит на переднюю брюшную стенку, то есть противоестественный анус. Это когда рак кишечника возникает? Да, при заболевании кишечника, да, противоестественный анус. За ним тоже нужно уметь ухаживать. Вот. Пока у нас реабилитация вот такая, но мы, конечно... И очень важно, что всех, весь ближний круг может обучаться, не только сам пациент, но и его родственники, и кто с ним рядом находится. Какое бы желание, потому что на самом деле очень часто у нас, и вы, наверное, слышали, говорят, вот врачи ничего не говорят. Неправда. Если родственник пришел на беседу, то ему все расскажут. Просто очень многие родственники очень часто не приходят на беседу с врачом, не посещают своих родных в стационаре и прикрываются теми старыми мифами, что с ними никто не разговаривает. На самом деле врачи абсолютно открыты для контакта, открыты для общения, для дачи информации только той, которую разрешает сам пациент. А некоторые просто, может быть, по старинке так думают и не знают, что это можно сделать. Вот в данном случае, если ваш родственник, ваш близкий человек, друг попадает в такую ситуацию, кому можно прийти и кого спросить для того, чтобы проконсультироваться? Лечащему врачу или как это делать? Ну, учитывая 323-й федеральный закон о даче информации, у нас тоже есть определенный родственник, пишет информированное согласие и перечисляет лиц, кому он разрешает дать всю информацию. Сам пациент, да? Сам пациент. Да, прошу прощения, сам пациент. Перечисляет лиц, кому можно дать всю информацию. Либо он приходит к лечащему врачу с тем человеком, к которому разрешает, говорит, я хочу, чтобы вы в моем присутствии все рассказали. И в этой ситуации и близкие люди, и друзья могут задать те вопросы лечащему врачу, которые считают необходимы, которые их волнуют. Потому что на самом деле очень важна реабилитация в стенах дома. Как будут пациента, который перенес операцию или лечение по поводу злокачественного образования, встречать дома его родственники? Как они ему помогут реабилитироваться? Потому что лучше, чем реабилитация в семье, это нет ничего. Ну и кроме того, что часто ведь бывает, что этот диагноз, он влечет за собой изменение вообще всех правил жизни. Начиная от питания, заканчивая вредными привычками. И если пациент возвращается в среду, где существует та же атмосфера, например, все курят по-прежнему, или все едят жирное, вредное, еще какое-то, то ему бывает очень сложно держаться, и проходит какое-то время, и он может снова нарушать правила жизненные, которые ему рекомендованы. И здесь очень важно разговаривать с родственниками, для того, чтобы все вместе меняли стиль своей жизни. И это, кстати говоря, не сложно, и это на пользу идет всем абсолютно. Абсолютно с вами согласна. Потому что ведь порой заболевания случаются как раз потому, что мы себя ввели неправильно в жизни. И это звоночек, что нужно что-то своей жизни изменить. И порой вот в таких семьях, где поменяли свои привычки, люди пошли тоже обследоваться, узнав, что с его близким, с человеком что-то случилось, находятся заболевания либо фоновые, либо хронические, которые можно прилечить, чтобы с ними потом в дальнейшем не случилось быты. Да. А все-таки мы вернемся к статистике ненадолго, именно в связи с тем, что нужно все-таки себя предупреждать, и не лениться, и проверяться. Что у нас сейчас с первичной диагностикой, что у нас с заболеваемостью по заболеваниям рака? Ну, результаты 2017 год, статистику показан, сказать невозможно, потому что это будет в феврале, когда будет посчитано население, еще не сданы отчеты годовые, поэтому статистика, какая у нас будет за 2017 год, я сказать не могу. Но уже предварительно что могу сказать? Что у нас увеличилась выявляемость в ранних стадиях, по предварительным данным, и что самое приятное у нас выявилась, увеличилась статистика по активному выявлению злокачественных новообразований. Так, если у нас в прошлом году это было 11%, то за 9 месяцев 2017 года цифра стала 16,5%. Это когда врачи активно выявляют. То есть врачи активно при осмотре выявляют злокачественные новообразования. Это очень важная цифра. То есть чем раньше мы выявим заболевание, что такое активно? Рецепт может прийти к доктору, оформить справку, померить давление, выписать рецепт, при этом у него есть какие-то изменения, которые просто видны глазом. Врач может заметить, а может не заметить. И просто дать справку, за которую пришел. А вот если к нему пришел, он видит, что человек не был дома, дай-ка я посмотрю, и находит у него какое-то изменение, и оно оказывается злокачественным новообразованием, о котором человек даже не подозревал. Вот это здорово. Вот это нам поможет снизить смертность. Изменение медицинской технологии лечения рака сейчас таково, что на начальных стадиях по многим видам онкозаболеваний очень высокая степень не просто выживаемости, но абсолютно комфортного дальше продолжения жизни. Да, и второй пациент вообще забывает о том, что с ним что-то было. Это был страшный сон, это было не со мной. Да, и это хорошо. У меня вопрос по еще одному виду медицинской помощи, которую мы здесь обсуждали как раз с Игорем Федоровичем, когда он приходил. Это намерение по замещающим операциям при раке груди. Все еще остаются такие намерения? Я объясняю, это когда грудь удаляется, но замещается имплантами, восстанавливается внешний вид женщины, чтобы она не страдала потом. Да, одно из таких вот направлений, над которыми мы сейчас активно работаем, это органсохраняющие операции, малоинвизивные операции. В этом году у нас закуплены две эндоскопические стойки как раз для малоинвизивных операций и планируется активно вести работу в 2018 году именно для женщин, принесших заболевания по поводу рака молочной железы с одномоментной пластикой. Это счастье большое для женщин, которые в такую ситуацию попадают. Многие к этому относятся скептически, но для женщины это очень важно, потому что эстетически выглядеть красиво, вернуться полноценно к жизни, в том числе и сексуальной жизни, особенно для молодых женщин, это очень важно. А рак молодеет, надо сказать, рак груди в частности? После рака кожи, правильно я помню, что рак груди на втором месте? У женщин в структуре заболеваемости рак молочной железы стоит на первом месте. Даже на первом месте? Да, мы же можем брать структуру среди мужчин, среди женщин и общей. Общей, вы абсолютно правы, это кожа. У женщин на первом месте как заболеваемость, так и смертность, это рак молочной железы, но это мировая тенденция, это не только в Кировской области. Поэтому на самом деле это очень актуально. Качество жизни остается прежним, еще и краше становятся некоторые женщины. Это правда. Напоминаю, что мы разговариваем со Светланой Хлебниковой, заведующей поликлиники Кировского областного клинического онкодиспансера. Мы так с вами говорим о таких серьезных заболеваниях с улыбкой. Некоторые могут подумать, что это они тут веселятся и рассказывают какие-то такие счастливые истории про рак. Но меня, например, радует, что в последнее время очень много появляется таких акций, когда люди, у которых такое заболевание очень проявилось, они сами открыто рассказывают об этом и в эфирах, потому что это серьезно настраивает на то, чтобы люди не боялись, прежде всего, приходить, диагностироваться и не попадали в такие ситуации, о которых рассказывал Игорь Федорович, когда диагноз ставится, особенно сейчас это актуально, в новогодний период, прям такая была история, диагноз поставлен перед Новым годом, а дальше профессиональный праздник такой, Новый год сякой, Рождество такое, старый Новый год еще, и человек вместо того, чтобы приходить в назначенное время, ложиться в клинику и получать необходимую медпомощь, откладывать, 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 и здесь вот нужно сказать. Уж если поставлен диагноз, то откладывать не надо, да? Да, конечно. Мы, и насчет того, что мы с улыбкой, мы не с улыбкой, мы с доброжелательностью приходим, да? Очень часто пациенты боятся слова рак и спрашивают, когда, почему, вот вы уже себя вот видели, вы знали, почему не шли? Я боялся, что мне скажут это слово. Что вот хочется сказать? Смертность на первом месте у нас, в структуре смертности стоит смертность от болезни системы кровообращения. И от этой патологии, то есть люди умирают чаще, а смертность от злокачественных новообразований на втором месте. И это тоже очень важно. Ведь нам важно, как можно раньше выявить болезнь и как можно радикальнее ее полечить. И мне очень хочется, что пациенты, наши люди вообще все понимали, что рак это не приговор ни в коем случае. Вы знаете, Светлана, я как-то смотрела фильм очень-очень давно, когда только пришла работать в онкодиспансере, и такой он в Вальдерске, где пациент рассказывает, вот у него обнаружили рак. И показывает темные коридоры. Знаете, как тюрьма, как будто какой-то приговор. Я все время говорю, вы поймите, мы не приговор приносим, мы готовим диагноз и планируем ваше лечение. И чем раньше вы к нам придете, тем лучше мы сможем помочь. Сохранить вашу жизнь, вашу семью, ваш активный образ жизни. Да, вот поэтому именно мы так сегодня с хорошим и добрым посылом ведем эту программу. И что всегда стараемся делать, потому что какая бы ни была болезнь, жизнь продолжается. И качество жизни, и лечение с каждым годом все более и более совершенно. В онкодисциплинах, тем более, там такие прорывные сейчас истории технологий, что только приходите просто к врачам. Хорошие руки поступайте. Светлана Хлебникова, заведующая поликлиникой Кировской областной клинической онкодиспансеры, сейчас со мной беседует. У меня еще два вопроса осталось для сегодняшней программы. Первое вопрос, все-таки хочется спросить у вас, насколько повысился интерес у женщин к профилактике, как раз вот заболеваемости раком, я имею в виду привив, который можно делать девочкам в юном возрасте подростковом против рака шейки матки. Я не могу прокомментировать эту ситуацию, потому что мы не занимаемся профилактическими прививками. Вот вопрос тогда возникает, на что некоторые частные клиники занимаются. Да, частные клиники. Смотрите, Светлана, у нас профилактическими прививками в детстве занимаются не инфекционные больницы, а детские поликлиники. Поэтому профилактика, она вся должна ложиться на первичную сеть. Но на самом деле, профилактика рака шейки матки это прекрасная тема для снижения заболеваемости именно этой патологии. К сожалению, девочки на сегодняшний день по статистике очень рано начинают жить половой жизнью. А суть в том, что шейка матки на этот момент 12-14 лет, она еще не созрела, не сформировалась. И при этом вопеча инфицирование у них происходит быстрее. Вирус пепелома человека встраивается в структуру ДНК, меняет ее, и запускается механизм развития велокачественной опухоли на шейке матки. Поэтому рак шейки матки молодеет. А мы же с вами прекрасно понимаем, чем моложе организм, чем активнее биопроцессы, тем активнее течет эта злокачественная опухоль. Поэтому как бы рак шейки матки это вопрос такой контролируемый. Во-первых, профилактика это обязательная вакцинация девочек и мальчиков, потому что вирус пепелома человека передается половым путем. Откуда он появляется у женщин? У мужчин. Но и тогда уж что касается прививок, все-таки у нас ведь нет ее до сих пор в программе государственной. В программе нет. Но воспользоваться вы можете. Воспользоваться можно. Сделать ее нужно, насколько я помню, в подростковом возрасте два раза. Три. Три раза. Три раза через какой-то там период времени. Выполняется прививка, через два месяца идет ревакцинация и через шесть месяцев до первой инъекции следующая ревакцинация. И очень высокий уровень в общем, да, поддержки, защиты. Надо об этом тоже знать. Об этом мы поподробнее уже в следующем году. На самом деле, Слана, это большая тема, отдельная тема. Потому что на самом деле прививка делается за счет все-таки средств человека. И вот насколько важно почему это сделать. Мы никогда не жалеем деньги на дорогие вещи, на путешествия. Мы можем потратить большую сумму на поход в ресторан, купить себе золотое колечко, еще что-то. И почему-то мы очень жалеем деньги на свое здоровье. Да, они сравнимые совершенно суммы и последствия. У нас остается две минуты до завершения программы. И тут хотелось бы, чтобы Вы рассказали о заявлениях правительства о намерении построить новый современный онкоцентр. Ну, о строительстве онкоцентра вопрос такой. Дело в том, что этот вопрос курирует АФК-система, это Московская организация, совместно с правительством Кировской области проведено совещание у нас. Они посмотрели онкодиспансер, посмотрели площадку, и сейчас собирают информацию для решения вопроса о строительстве. Это компетенция правительства, я понимаю, потому что это прямые с АФК-системы правительственные связи. Да, это правительственные связи, но где будет строиться, будет ли строиться, то есть вопрос остается открытым. Дмитрий Александрович, Курдюмов, когда заявляет, он обычно делает такие проекты большие, надо его пригласить, просто узнать, что он думает по этому поводу. это вопрос курирует правительство Кировской области, поэтому, да. Но подразумевалось, что он будет строиться на площадке онкоцентра или в каком-то другом союзе? Они рассматривали площадку онкоцентра, смотрели другие площадки, возможно, то, что точно они были в онкоцентре, посмотрели сам наш онкологический диспансер, и площадки посмотрели, это было, да? Ну, в таком случае еще один термин, который, не знаю, как вы к нему относитесь, все по-разному, я нормально отношусь, медицинский туризм этот термин назову, а на самом деле речь идет просто о том, что пациенты из других регионов начинают выбирать медицинские учреждения, вот, например, Кировской области. Что у вас по статистике в этом году? Как? Приезжают ли из других регионов? И у вас есть какое-то такое намерение, стратегия их привлекать, таких пациентов? Ну, насколько вам известно, что, да, планируется развитие медицинского туризма, так, нам регулярно приезжают пациенты из других регионов. Возможно, это не так много, как едут центральные города, Москва, Санкт-Петербург, вот, ну, надо сказать, что с учетом того, что у нас в этом году получена лицензия по ВМП, по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, у нас есть прекрасные возможности работать именно вот в этом направлении по медицинскому туризму, и нам звонят, спрашивают, как можно пройти обследование, как можно попасть на госпитализацию, ну, я думаю, это очень такая интересная... Все есть наращивать, да, наращивать вот этот интерес, он есть. Ну, готовьтесь, готовьтесь к приезду пациентов. Мы готовы. Да. Спасибо. У нас есть условия, возможности для этого. Вот. Это самое главное. Условия, возможности и желания. Я вижу, оно есть. Спасибо, Светлана Хлебникова, заведующая поликлиникой Кировского областного клинического онкодиспансера. С Новым Годом наступающим, пусть он будет хорошим. Я тоже поздравляю всех с Новым Годом. Я самое главное желаю, чтобы у вас было здоровье, здоровье вашим близким, вашим семьям, потому что семья это то самое окружение, которое держит нас в этой жизни. Да, это была программа «Слушайте доктору». Микрофон работала Светлана Занькова. Всего всем доброго.